А мы находимся на острове Святого Николая. Вот этот самый остров. Здесь, говорят, потрясающие пляжи. И я думаю, это чистая правда. Добраться до этого острова можно от города Будва. Здесь ходят туристические кораблики. 10 минут, и вы на месте. Стоимость, чтобы добраться до этого места, варьируется. Есть большие лодки, которые ходят каждый час. Они набирают пассажиров и раз в час едут туда и обратно до 5 часов вечера. И стоит это 5 евро на человека в обе стороны. Но мы добрались другим путем. Если вы пройдетесь по набережной пляжа Будвы, вы увидите множество-множество маленьких лодочек. И эти лодки, это называется такси. Они довезут вас до сюда за 10 евро в одну сторону. На троих. Ну и получается 20 евро туда-обратно. Но здесь есть большой плюс. Вы можете договориться с водителем этого такси, как мы это сделали. Мы обменялись номерами телефонов. Он приедет к нам, как только мы здесь накупаемся. А вот этот самый автобус, если его можно так назвать, который отвозит людей по 5 евро. Правда, этот, по-моему, стоит даже еще дешевле. Мы сейчас прочитали, что здесь он стоит 2 евро. Хотя на берегу мы видели такое же за 5. И прямо недалеко от остановки, где мы высадились, расположен пляж. Вода кристальная. Ни одного человека. Шезлонги. Но шезлонги платные, поэтому не стоит на них рассчитывать, если вы хотите сэкономить. Шезлонги. И тут же находится ресторан, где можно покушать. Это второй пляж на острове Святого Николая. Как видите, людей здесь целых два. А тут еще одна бухточка, и там тоже ни одного человека. А это какая-то маленькая бухточка. И мы сейчас полезем туда, посмотрим, что там. Но выглядит очень живописно. А это тот самый пляж, ради которого мы сюда приехали. И называется он Гавайи. Вы посмотрите, какая красота. Это небольшая бухта. И вода здесь очень теплая. Теплее, чем в Будве. Тепленькая. Но в Адриатическом море, как и во всем Средиземном море, я не рекомендую купаться без тапочек. Хоть тут и говорят, что морские ежи где-то там, у скал, или они тут не водятся. Такое часто можно услышать от людей. Ничего подобного. Даже на самых прекрасных пляжах, где много людей, мы вылавливали морских ежиков. Поэтому я лучше подстрахуюсь и обую обувь. Еще. Это называется коралловые тапочки. Они должны быть очень плотно прижаты к ноге. И они бывают разного типа. Мы выбрали тапочки с самой толстой подошвой. Это... Оно лучше вас защитит от всего. И плюс ко всему, вот это покрытие, которое вокруг тапка, оно тоже желательно должно быть плотненьким. Чтобы никакие боковые, там, я не знаю, если вы в вашу скалу будете ходить, не поцарапали вас сбоку. Все. Я готова. Я забыла самое главное. Снять микрофон. Остров Святого Николая довольно-таки большой. Он занимает около 40 гектар площади. Но пройти туристу не получится по всему острову, потому что везде натянуты сетки. И только ограниченное количество мест, куда можно попасть. Здесь находится церковь, которая построена еще в 11 веке. После землетрясения в каких-то там средних веках, эта церковь была разрушена, а затем отстроена заново. Но сейчас она тоже не работает. Поэтому мы здесь можем насладиться только великолепными видами и пляжами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова